Мы неуклонно движемся от физики и биологии к информатике и, собственно, компьютерной графике. В этом уроке и до конца модуля мы будем говорить о цветовых моделях. Это все еще математические абстракции, но цвет, с которым предстоит работать в компьютере и не только в компьютере, описывается именно ими. Модели представления цвета в технических системах появились задолго до компьютеров. Достаточно вспомнить, когда появилась цветная фотография или цветная полиграфия. Мы рассмотрим те модели, с которыми так или иначе есть большая вероятность столкнуться в быту или в рамках профессиональной деятельности. Существуют термины цветовая модель и цветовое пространство. Цветовая модель — это абстрактная модель описания представления цветов в виде кортежей чисел, другими словами, цветовыми компонентами или координатами. Определяет принципы формирования цвета, единицы измерения и границы отчета шкал. Цветовое пространство определяет реально достижимые цвета в рамках выбранной цветовой модели. Вы будете встречать и модели, и пространство, поэтому проясним разницу между ними. Например, RGB — это модель, а sRGB — это пространство. Мы описываем цвет тремя составляющими. Какие составляющие? Значение основных цветов или какие-нибудь свойства цвета. Дело другое, но их обычно три. Бывают случаи, когда появляется четвертое, как в ЦМИК, но это расширение ЦМИ, а не базовая модель. Существуют координатные системы, в которых цвет описывается согласно выбранным характеристикам или основным цветам. Они бывают прямоугольными с тремя перпендикулярами в пространстве, цилиндрическими, сферическими и даже этим не ограничиваются. Бывают и табличными. Это когда цвета просто перечислены, а не составляют непрерывное пространство. Цветовая модель — это математический инструмент описания цветов, но реальность часто вносит свои коррективы, и некоторые цвета, которые вроде бы можно описать отдельно взятой цветовой модели, на практике воспроизвести невозможно, и требуется введение ограничений. Цветовое пространство — это адаптация цветовой модели к реальной жизни. Оно определяет цветовой охват данной модели, исходя из смысла представления цвета в какой-либо математической форме. Нам же все эти описания нужны не просто для красоты, а чтобы ими пользоваться в реальных условиях. Соответственно, описанный цвет должен быть реальным, то есть видимым. Цветовые модели, как математические абстракции, не учитывают цвета, которые увидеть невозможно. Пространство же описывают только достижимые значения цвета. Обычно так, хотя мы увидим и исключения. В нашей практике цветовая модель является абстракцией, которая задает принцип формирования цвета и отсчет координат от цветового пространства реализации этого принципа на практике. Оно задает ограничения. Последнее замечание в этой теме. Существуют устоявшиеся термины и точные термины. Не всегда точный термин становится устоявшимся. Мы часто встречаем такое в жизни, подменяя в разговоре единицы массы, объема и веса, например. Так и здесь. Вы чаще будете слышать термин цветовая модель применительно к практическим задачам, хотя порой уместнее было бы называть пространство. Не будем педантами и просто будем помнить разницу между этими терминами. Когда необходимо уточнить, будем знать, на чем сделать акцент. Например, в описаниях цветовых моделей в следующих уроках будут уточнения, в каком случае речь идет о модели, а в каком о пространстве. В обычной жизни это не столь принципиально, поскольку вы же не можете, например, в фотошопе переключаться между цветовой моделью RGB и цветовым пространством RGB. Субтитры создавал DimaTorzok